Ясча не Лас-Вегас, а Леуражвая. Так говорить об новогоднем в образе своего города Пинчане. Головное транспортное коло Пинска сёлята своим светловым оздоблением, навод головную городскую ёлку задвинула на другий план. Амаль километр светодиодной гирлянды и неколький дён працы по удосконалению белоблакитного малюнка. И вот знакомитое Пинское кольцо у новым обличчем. В этом году на иллюминацию было потрачено из городского бюджета 30 тысяч белорусских рублей. На эту сумму было закуплено украшение на кольце. Вот оно смонтировано, работает. Также добавлена иллюминация по фасадам зданий на площади Ленина. По карнизам домов 220 метров бахромы смонтировано. На участке улицы Первомайской было смонтировано две больших перетяжки метровых сосулек. Это 20 штук. Также на новом участке, отреконструированном улице Брестской, смонтированы бокалы на шести опорах. Сегодня в Пинску не засталось в улице и площади без упрыгоживаний. Об створении святочного настроя традиционно поклопотились не только коммунальники, а и предприемства, буйные крамы и организации города. Такий полет фантазии поспели оценить жихары и гости райцентра. Такой хороший для города, для спокойного города, старательный, иллюминация такая. Мне после Минска очень тяжело где-то какие-то сравнения проводить, но тем не менее видно, что народ старался, я люблю этот город. Я своим городом очень горжусь, он у меня всегда красивый, а сейчас предновогодние дни вообще изумительно. Я хожу и любуюсь. Все нравится, все в порядке, очень красиво украшено была улица Центральная, и площадь Ленина тоже красиво украшена. Все красиво, домик красиво украшен. Нравится? Нравится. Иллюминация супер, очень красиво, нарядно, людей вызывает праздничное хорошее настроение, поэтому все здорово. Мне нравится елка и огоньки. Не меньше генерации своим городом из жихары Барановича. А в улице и площадь этого районного центра так само упрыгожены шматрикими тематичными инсталляциями и гирляндами. Ну а Бероза Ощенадык и на огол подошла до справы новогоднего убраня с особливой серьезностью и готова споборничать за звание самого яркого района в области. Что год тут робят усе, как покинуть, як мага-менш, темных кутков и проводят целый районный конкурс на лепшее новогоднее упрыгоживание. Конечно, людям это очень нужно. Я выскажу свое мнение, как гражданина, как жителя города Березы, что насколько приятно и чувствуешь гордость за свой район, за свой населенный пункт, когда приезжают к тебе гости и есть что показать. Мне очень приятно, во-первых, что мы уделили особое внимание этому конкурсу и получили соответственную награду. Но я считаю, что для деревень это очень хорошо, потому что люди собираются, люди с удовольствием смотрят, люди радуются. И все же, напевно, пальму большинства. У интенсивности новогоднего светла на своих территориях утримливает Брест, как и належит. Все же областный центр, до того же на порозе тысячагодзя. Есть, конечно, и тут, куда имкнуться. А лишь год миллениума будет ярче-ярче, обещают отказные за городские огни. Татьяна Будгусаим, Алиса Григорчук, Александр Дзьяченко, телерадиокомпания Брест.